Слушайте, вот интересный момент. Новости-то одна лучше другой. То есть, с одной стороны, доллар вроде бы падает, это хорошо, а с другой стороны, весна наступает, это еще лучше. Но с весной приходят и различные паукообразные, не насекомые, насекомые будут чуть позже, а именно паукообразные, по-моему, если я не ошибаюсь, клещи. Уже двух выловили в самом центре Хабаровска. В общем, будьте аккуратны, пожалуйста, проверяйтесь, берегите себя. Еще лучше, конечно, прививаться, но будем надеяться, что скоро будет все обработано, на все бульвары, парки, скверы, и можно будет вообще ходить безопасно. Да, но с другой стороны, именно поэтому к нам уже обращаются, в основном, владельцы собак, конечно, которые очень беспокоятся, что скоро начнется обработка, а было несколько случаев, когда травились собаки, но вот кто в этом был виноват, скажет наш гость сегодня, на гостях Андрей Олегович Чуров, исполняющий обязанности главного врача краевой дезинфекционной станции Министерства здравоохранения Хабаровского края. Вы у нас были по этой теме в прошлом году, и выяснилось, что там, где травятся собаки, это, значит, какая-то левая организация, скорее всего. Это не левая организация, это, скорее всего, ну, с чем проблема связана, вообще такая проблема возникает у нас в крае, с тем, что у нас очень много частных организаций, я не хочу сказать за всех, есть добросовестные, порядочные, где есть специалисты, именно специалисты с образованием врач-дезинфектолог, вот, с высшим образованием. То есть могут переборщить с дозой, могут не так намешать. С дозой легко, не так намешать. Где-то, ну, в нынешних реалиях и условиях очень сложно переборщить с дозой, потому что препараты сейчас дорогие стали, ну, все мы знаем в свете последних наших событий. А они импортные? А составляющие там импортные. В большинстве своем там импортные составляющие идут. Сами препараты дорогие, ну, естественно, логистика подорожала, доставка их сюда. Ну, да, я представляю, конечно. Сейчас все дорожает. С другой стороны, я вот слышал такое мнение, что, например, препараты, которые, ну, против тараканов, да, там, насекомые, они все равно кладнокровные, они не действуют на теплокровных, как раз-таки, то есть на млекопитающих. Почему? Или, в принципе, это не важно? Нет, это ошибочное мнение. Ну, хорошо, что вы нам это все рассказали. Да, смотрите, вы говорите, действуют на тараканов, не действуют на теплокровных. Давайте вспомним случай в Подмосковье, что произошло, когда частники потравили, через арбузы отравились люди, и летальные исходы даже были. А это был дихлофон, да, по-моему? Нет, там была другая составляющая, которая именно, другая группа препаратов, которая проникает непосредственно в само растение. Ну, давайте вернемся все-таки на территории наших населенных пунктов. Когда начнется дезинфекция, обработка от клещей? От клещей еще пока нет. Ну, во всяком случае, наша организация еще не делала. Нам не позволяет пока погода. Сами видите, что у нас было два теплых дня. Растаял снег, у нас еще снег не везде растаял. Ну, естественно, в Хабаровске, скорее всего, в южных районах будет немножко пораньше. Дальше туда, на север, в Комсомольский район, Солнечный район, туда будет. Но, тем не менее, уже клещи кусают? Клещи уже есть, уже есть укушенные. Причем укушенных на вчерашний день было два человека. Один в южном микрорайоне, второй в Кировском районе. Ну, как бы география, все в Хабаровске. Два теплых дня, но они сделали свое дело. А при какой температуре просыпаются клещи? Ну, клещи становятся активными после температуры плюс 8 градусов уже. А, ну, собственно, было плюс 15, у нас недавно. Да, было 14-15, хоть и ветер, но, тем не менее. Но, тем не менее, вот при какой температуре начнется обработка? Я, насколько понимаю, должны быть солнечные дни и впоследствии, наверное, без дождей, да, несколько дней. Ну да, и в какие дни лучше не выгуливать собак? Ну, в какие дни лучше не выгуливать собак? Так, собак лучше не выгуливать сразу после обработки, если еще смотря кто чем работал, какими препаратами. Потому что вот наша организация, мы работаем тем, чем можно работать, потому что мы государственные, мы не можем что-то там... А вас можно отличить? У вас специальная форма, может, какая-нибудь? Формы нет. У нас, в принципе, отличить по городу сейчас легко и просто, потому что все идет... Тендеры закупки и аукционы, они идут с пометкой для малого и среднего предпринимательства, мы практически не можем зайти на эти торги. Но все-таки, когда... Прямую, кто обращается, мы работаем. Когда работают ваши подопечные, в принципе, обычно это и в новостях бывает информация, что там парк Динамо или другие какие-то участки обрабатываются, до людей все это доводится, что лучше не выгуливать собак и так далее. Тем не менее, уже есть какие-то планы по территории, которая будет обработана? То есть стандартно бульвары, парки или дополнительно еще что-то? Прешкольные территории, может, еще что-то? Прешкольные территории, они должны попасть в обработки, но, опять же, это школы. То есть школы сами в больнице? Сами, школы сами, сейчас отдано, ну, большая часть. Если где-то это придомовые территории, это управляющая компания, ТСЖ и другие формы управления многоквартирами домов. А вот детские лагеря, их же тоже будут обработать? Детские лагеря, это дирекция лагерей. Лагерей. Там сейчас цены везде разные, но на сегодняшний день, я вот так вот смотрел цены конкурентов, у нас мы пока держим самую низкую цену в городе. Вы знаете, еще такой момент, который меня интересует, вот вы сказали, что есть различные, ну, простите, да, шарашки на конторы, но не высказали, это я уже добавил от себя. Вот если предприниматель какой-то решил обработать территорию, ну, например, своего кафе, да, рядом вот у него там беседки, нанял контору, вроде бы все обработали, он может обратиться, например, к вам, чтобы проверили качество работ? Или как-то постановили, что здесь все в порядке, здесь нет клещей, или вообще на наличие клещей, то есть какие-то проверочные работы такие можно заказать, как-то сделать? Можно. Это делается легко, проверочные работы, можно к нам обратиться, у нас специалист есть, который может сделать обследование территории. Это можно обратиться в наш ФБУ с Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, у них есть специалисты, в Роспотребнадзор обратиться, если он хочет проверить качество работы. Есть два способа проверки качества работы. Первый – это специалист, а второй – это уже специалист, можно даже не выходя на участок взять в руки калькулятор и сказать, а правильно ли сделана там обработка. Потому что на каждый участок есть определенная норма расхода препаратов. Взять, посчитать на калькуляторе, сколько было денег уплачено по аукциону. А третье, наверное, если нет клещей, значит, это нормально. Если аукцион, если… Ну, там не только клещи можно учитывать и видеть по качеству, там численность насекомых. Ну, на самом деле, возможно, клещи не самая большая проблема, в том числе на территории Хабаровска. Много людей жалуются на то, что развелись крысы, особенно в таких дворах, с которых мы начинали эту программу, из-за мусора. В таких случаях тоже можно вызывать дезинфекторов? Да. Либо там какие-то другие организации в этом еще? Нет, почему? Обращайтесь к нам, сделаем. То есть диротизация тоже? Диротизация, да. Да. А диротизация как раз вот большое количество грызунов, крыс во дворах, это говорит о чем? О том, что не убираются своевременно дворы, есть кормовая база, есть захламленность, это укрытие для грызунов. А крыса, она как ни крути, она является одним из переносчиков. Ну то есть по-хорошему надо сначала решить проблему вывоза мусора, потом уже дезинфекция. Вывоз мусора, инженерно-технические мероприятия, потом уже диротизация, а потом уже аккорицидная обработка. И желательно все-таки сочетать аккорицидную обработку с диротизацией. А это не противоречит друг другу? Нет, нет. Это наоборот усиливает друг друга. А, вот так. У нас телефонный звонок. Людмила Владимировна, здравствуйте, говорите. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот когда будет дезинфекция на кладбище самое главное? Вот, кстати, да, там родительский день впереди, насколько я понимаю. То есть народ поедет на кладбище, соответственно, там тоже требуется обработка. Ну, видимо, когда администрация кладбища... А вот вы знаете такой момент? Мы, я сразу скажу, не участвовали в этих торгах, потому что там есть пометочка для малого и среднего предпринимательства. А, то есть государственная структура не может быть. А мы государственная структура. У вас же цены ниже. У нас цены ниже. А почему вы не можете участвовать? А у нас есть пометка для малого и среднего предпринимательства. Но это, видимо, потому что малому и среднему бизнесу... Малому и среднему бизнесу сейчас дают дорогу и возможность везде заработать. Ну, а как же, там же вроде тому, кто предлагает самые выгодные условия, если у вас они выгоднее. Почему бы вы не побеждаете? Электронные торги. В любом случае, бизнес тоже надо заработать. Сейчас не всем легко. Государственное учреждение все равно из бюджетных денег какое-то финансирование дополучит. Но все-таки, если брать те же кладбища, администрации кладбищ, они обязаны заключать каждый год такие договоры? Или если вдруг торги прошли, и никто не согласился обработать? Вообще, у них вменено, если мне память не изменяет, коллективная обработка. Содержание именно кладбища. А кладбища все-таки это у нас объект. Самая распространенная из инфекции, которая всем на знакомость с детства, это, конечно, обработка квартиры от тараканов. Причем в свое время, лет 20 назад говорили, что тараканы вымерли у нас, можно дальше не обрабатывать. В какое-то время назад снова стали появляться. Даже я дома, хотя вроде в чистоте все содержим, пару раз маленьких тараканчиков поймал. У вас есть объяснение, почему они возвращаются? Они развиваются. Они живут, появляются возможности, развиваются. У них есть циклы увеличения численности, циклы снижения. Здесь природа, мать так определила, что все идет волнообразно. Говорили раньше о том, что они просто не выдерживали той химии, которая содержится в тех материалах современной. Потому что они могли клейстером из-под обоев раньше питаться и спокойно себя чувствовать, как сахарный домик практически. У них любая квартира была. То есть сейчас несколько другая ситуация. Я насколько понимаю, они просто теперь через поколение приспособились к этим материалам? Да. Они через поколение, через два поколения приспособились не только к этим материалам, они приспособились к этим дезинфектантам, они нашли, как говорится, себе другие источники питания и всего остального. Слушайте, действительно, после ядерной войны, видимо, выживут крысы и тараканы. А вы можете какие-нибудь средства порекомендовать? Ну, я, чтобы, как говорится, не делать рекламу каким-то фирмам в плане производителей. Ну, средства, допустим, мы сейчас уходим в большую часть, если это для жилья, мы стараемся применять все-таки гели. Не так быстро, но более эффективно и более безопасно для человека. Гель. Есть специальные гели для уничтожения тараканов, наносится, ничто не надо. А мне рекомендовали ловушки такие, черные? Можно ловушками пользоваться, можно их и сочетать, комбинировать. Самое главное, не надо мыть, перемывать, нет никакого запаха, практически это безопасно для людей. Кто страдает какими-то аллергическими заболеваниями, даже если ты случайно там пальцем залез. А как вы считаете, все-таки... Нету, правда, такого вау-быстрого эффекта, что ты зашел и горы тараканов лежат, ну, как говорится. Но медленно, но верно, вымирают все. Ну, а потом от соседей, если прибегут... Ну, если от соседей прибежит, гель-то все равно у вас останется. Ну, в принципе, да. А я просто помню, что, знаете, раньше там реклама была, когда тараканы действительно были проблемы, что один заражается, заражает остальных, и вся популяция... Или это рекламный ход был? Не совсем рекламный ход. Да, были, есть такие биологические препараты, когда... Есть же химический способ, а есть биологический способ. А если вернуться к клещам, они тоже привыкают к тем средствам, которые применяются? Иначе бы их вывели давно уже, да? Ну, их, во-первых, вывели бы давно, с одной стороны, да. Но сейчас препараты, которые есть, они очень короткого действия, эти препараты. И, как правило, долгодействующих сейчас препаратов нет. Раньше был долгодействующий препарат, ДДТ, да. ДУСТ – это форма выпуска препарата, а это ДУСТ-ДДТ был. А сейчас препарат, он действует месяц, полтора, не более. Вот для чего и необходимо еще делать диротизационную обработку, полевую диротизацию, именно непосредственно от того участка, либо вокруг этого участка, так как будет переносчиком меньше количество пропитания для клещей. У нас есть телефонный звонок. Николай нам дозвонился. Николай, здравствуйте. 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 Я хотел вопрос такой задать. Вот у меня на даче есть гнезда крыс, мышей. Вот чем их можно отравить? Как? Где взять лекарства? Как не газ, а кольца траву для них? Ну, вечно, подсыпать. Дачное товарищество вызвать должно вас, да? Ну, не обязательно. Если это личный участок, можно и самому, как говорится, привозить. Насколько это эффективно как раз? Но с тараканами-то понятно, в квартире что есть там различные препараты. Что касается мышей и крыс, вот здесь насколько эффективно их выводить вообще, если делать самостоятельно? Если делать самостоятельно, я вам скажу так. Можно потравить всех. Можно потравить, первое, всех, если ты это не умеешь делать. Второе, есть же разные способы. Биологический способ завел кошку, она выловила тебе всех. Ну, если смелая кошка. Бывают такие кошки, которые не заставишь ловить больше. Поставил капканы, поставил ловушки, давилки, ну, вот из вот этих вот, таких механических, скажем. Можно самому сейчас продается у нас в магазинах, да, есть препараты, которыми можно пользоваться в быту населения. Они не острого действия яды, но, как показывает опыт и практика, как правило, они дают очень слабый-слабый результат. Ну, а лучше обращайтесь в Краевую дезинфекционную станцию. У нас в гостях был Андрей Олегович Щуров, исполняющий чемпионатские главы врача.